всем привет всем добрый вечер я вам обещала показать как у володи будет сегодня выглядеть ужин это мясо индюшинное которое мы вместе с вами мариновали паприка лук это я уже все подготовила вот такую лапшу взяла вот такую вот китайскую помните я ее на днях покупала 4 минуты и она будет готова заливаем вернее отправляем в кипяток вот эту вот лапшу оставляем выключаем все оставляем на 4 минуты томиться ну и все едет лапша должна быть готова сейчас мясо обжарится хорошо я думаю володе хватит нас но я не знаю сабрина скорее всего тоже будет есть она сегодня не очень долго работает так что до 6 она уже будет дома я думаю она тоже поесть мясо обжарится я добавлю овощи но паприку меня здесь трех цветов розовый блин розовая красная зеленая желтая и лук такая будет у нас сегодня китайская пища на ужин сейчас обжарится лук немножко я добавлю паприку одной рукой неудобно летит во все сторону немножко соли не хватает но у нас же есть соленая корейская морковка но я ее исправила да и добавила немножко сахара она не такая сильно соленая и у меня морковку просто было много поэтому я его сильно не пересолила но еще в мясо я потом добавлю соевый соус здесь есть соя но не так много в общем соли не хватает в мясе хотя я всегда в отпуске подсаливала а володя никогда не подсаливала говорил что ему нормально я думаю что эти володи не подсалить ему тоже будет нормально но я все равно пробую все равно туда немножко подсаливаю в общем делаю на свой вкус все лук немножко обжарился и паприка смотрите как это будет красиво выглядит я сильно это все утушивать и жаривать не буду сейчас немножко паприка станет мягкой я все отключу пусть она даже немножко похрустывает что я еще добавлю моей перцовой пасты все у нас сегодня будет такая китайская лапша так кстати 4 минуты мне плита все забрызгала уже пять минут все я уже все отключила сейчас буду сливать воду макароны уже эти тоже готовы все и заключительный этап соевый соус и перемешать вот так выглядит у володи ужин но я потом ему еще одну тарелочку сделаю потому что я думаю что володя но этой тарелкой не нается салат воду володя за ужином не пьет потому что мы сразу после ужина пьем чай всем приятного аппетита я не ужинаю сабрина уже поела на этом я буду с вами прощаться всем пока пока и до завтра мои хорошие всем привет всем доброе утро лежат загорают не сонька то лежит жарко сейчас искала вечно куда-нибудь уйдет за домик за теплицу в теплице может спрятаться до жарик 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 у нас все так же жарко немножко ветрено сегодня дождя так и не было я вчера уже поздно вечером наверное во сколько часов 8-9 все поливала все свои цветочки поливала кстати девочка минут климатис расцвел сама сейчас только увидела вот такой хиленький правда цветочек до конца еще не распустился но буду надеяться что распустится какой-то климатис странный так красиво начинал цвести отцвел и все и так все собаки напишите домой у меня сегодня предстоит большая уборка в доме опять его этого нет жарик ты опять где ладно все сейчас буду загонять собак пойдемте пойдем домой убираться нет убираться буду я не уже ни один раз говорили что вот это растение похоже на чистотел проверяем девочки это чистотел да у меня здесь вот есть такая типа какая-то бородавка но нет не бородавка не знаю короче раньше не было сейчас появилась в общем я ее теперь буду мазать чистотелом посмотрим идет или нет смотрите помазала буду теперь каждый день каждый день надо сделать или можно через день как там надо делать но я просто помню у меня подружка так делала в детстве чистотела мазала бородавки у нее прям много так было на руках она их мазала у меня сегодня девочки такой уборочный день короче уборка я обычно по субботам всегда убираюсь и поэтому когда вот я вообще в субботу не снимаю тогда я значит я уже совсем устала значит я уже просто не снимаю сегодня я по идее тоже устала устала сабрина на работе она причем я проснулась ее уже дома не было потому что она сегодня во франкфурте работает на катке в 7.30 по моему не начались занятия ну тренировки не занятия тренировки не выбросила оставила буду смолу разводить я планирую сегодня еще сделать часы не сделать не сделать только начать подготовиться к часам потом володя придет вечером поможет мне сделать крепление ну на часах обычно володя делает крепление ну и чё вы думаете я сегодня устала и думаю не буду я сегодня ничего снимать думала часто убираюсь мне просто нужно было еще шпильмашину посудомойку разобрать здесь на кухне немножко прибрать и думаю не буду ничего снимать сейчас пойду в душ и буду потом отдыхать ну ждать володя ужин и сегодня готовить не надо то что я готовила вчера вы это увидели в начале увидите в начале этого и уже увидели в начале этого ролика ну и так думаю все а потом дома да ёлки палки как я не буду снимать у нас же сегодня третий день заказки кстати кто начал делать заказку как она там у вас выглядит сейчас будем сейчас будем подкармливать вчера смотрите она была вот такая вот подсюда когда мы ее подкормили она выросла ну почти в два раза так что сегодня но сейчас я вот здесь на кухне вот здесь тут на кухне до убираюсь и будем подкармливать закваску потому что в принципе да в принципе уже время ее нужно подкармливать через 24 часа вот так что я хотела молодому ладно раз уж я буду снимать мне почему-то постоянно приходят комментарии насчет того сколько же стоил наш отпуск сколько мы заплатили но я вроде бы говорила и уже не один раз девочки помните же сколько я говорила вот кто помнит напишите цену в комментариях я конечно сейчас еще раз скажу просто я сразу показывала вам чек когда новый датчик когда мы только заказали отпуск я показывала потом сейчас я возьму потом вроде бы когда мы с отпуска приехали я еще раз говорила что сколько чего мы заплатили за отпуск кстати он нам обошелся самое дешевое из тех отпусков которые мы делали потому что мы практически ничего не купили никаких подарков но ничего такого особенного мы не купили и сделали только володя сделал раза два три массаж массаж 50 минут стоил 40 ура и я сделала гидромассаж и вот это вот обвертывание водорослей я про него вам сейчас тоже расскажу я теперь вспомнила я вам обещала рассказать вот эти вот ощущения и не рассказала так но никто не помню но не не то что никто не помню поставили ну очень часто мне приходят эти комментарии что если не секрет скажите сколько вы заплатили за отпуск вот так вот трёшь то там трёшь то там трёшь а потом раз смотришь ну вот как я это могла не убедить это да мы за наш отпуск заплатили 2600 это приблизительно точную цену я не помню там получалось отчетов 2 500 с копейками в общем точную цену я не помню так приблизительно 2600 когда я заказывала этот отпуск я его сначала смотрела на страничке туи он сначала был ничего в цене а потом как подскочил 3000 на человека и я тогда так села и говорю оп соля походу гуманавера в этом году ни в какой отпуск не поедем походу мы никуда не поедем будем дома сидеть потому что ну 3000 за человека это очень дорого платить и а сабрина тоже в тот момент искала отпуск и я к савринке говорю сабрин посмотри на чек фернсуансов ну вот чек 24 она посмотрела и он был как раз там была какая-то скидка я бы так все покупаем сразу же все оформили мы савринкой вдвоем и на этом уже было все решено я потом очень долго наблюдала за ведь в туи цена так и не менялась я не знаю сколько сейчас стоит в туи но цена совершенно не менялась и поэтому если бы он стоил три тысячи то вряд ли мне бы куда поехали про мои процедуры у володи был массаж как всегда массаж нравится что что-то цепляется посудомойку у меня гидромассаж был это когда ты ложишься в ванну соленой водой и программа тебя массирует да передо мной было такое табло массировались водой водой такой струей воды массировались плечи локти тазобедренный сустав ноги ну в общем там по очередности высвечивалась я уже потом поняла думаю а сейчас будут плечи массироваться да или вот предплечье и массирует это была нормальная процедура вода просто со временем повышала температура если я сначала была вода по моему тридцать один градус а потом дошла до тридцати семи градусов но когда я пошла на обертывание я же не знала что это такое я не делала никогда такие обертывания я вам больше скажу что больше я не буду делать такие обертывания сначала тебя обмазали всю полностью все телом обмазали водоросли затем запутали в целлофановую пленку я думаю ну ладно затем накрыли тебя таким тяжелым тяжелым одеяло для меня она была правда тяжелая и она мне говорит 20 минут 20 минут нужно лежать и все и вышел я так думаю ёлки-палки 20 минут а мне уже было нехорошо она заглянула чем минутная я не знаю через сколько они по идее должны сделать или какой-нибудь телевизор да чтоб там какая мелодия да там какие цветочки лепесточки бабочки летали да ну что они такое расслабляющее или хотя бы секундомер этот поставили да что ты видишь то время подходит концу не знаю вот это вот у них не продумано да но ты лежишь во первых ты не знаешь сколько времени прошло во вторых я такой человек который очень долго без движений просто-напросто не может лежать некоторые засыпают я потом разговаривала с людьми а я там засыпаю а я там я нет я не могу для меня это было каторга для меня это реально было каторга я с первых минут вот она наверно еще даже дверь не успела закрыть я с первых минут я уже говорила ты сможешь ты сможешь у меня была со стрелках а на меня накрылись Grant у меня было такое ощущение у меня просто напросто воздуха не хватало у меня была такая как паническая атака Вроде бы Я не боюсь замкнутого пространства давно меня по крайнем мире никогда не было таких ощущений а теперь я поняла что что мне просто-напросто в замкнутом пространстве, но вообще нехорошо, вообще. И когда ты ещё не видишь время, что оно уже, слава богу, там где-то к концу подходит, я сначала себя уговаривала, чтобы не вылезти конкретно с этого, не раскидать всё к чёртовой матери. Мне просто хотелось это всё так развернуть, встать и уйти. Но когда девушка второй раз заглянула в кабинет, в эту комнату и говорит, «Как вам хорошо?» Кстати, они немножко могут говорить, ну, такие, знаете, наверное, заученные фразы, что там и гейцы, всё такое. На немецком языке они немножко, немножко говорят, ну, не то что говорят, да, они знают кое-какие фразы и знают ответ на них, если это хорошо или плохо. Всё. Она заглянула, спрашивает, «Как вам нормально?» А я ж тоже говорил, «Нормально?» Ну, ты ж не говоришь, что тебе уже не в моготу. И я уже потом начала просто, да что такое, застряла где-то у меня в руках. Ой. И ты уже сидишь так и просто не сидишь, а лежишь и начинаешь так считать. И я считала, и пальцы на руках загибала. Минута прошла, две. О, славьте, Господи, пять минут прошло. И ещё пять минут прошло. И когда она зашла, я так подумала, слава Богу, я вылежала эту процедуру, я выдержала эту процедуру. Какие были такие физические ощущения. Просто всё тело нагревалось, просто грело. Больше ничего такого особенного я не ощущала. При теле просто... Температура тела просто повышалась. В общем, водоросли просто-напросто грели. Потом был дождь прохладный. Она помогла мне смыть эти водоросли, потому что и шею, всё, лицо не мазали, нет. И шею, ну, полностью всё тело обмазали. Она мне помогла смыть всё, все эти водоросли из тех участков тела, которые я не видела. Ну и всё. И когда я вышла, я думала, боже мой, я оттуда, наверное, бежала даже. Бежала, не то, что шла. Бежала. Но, и ещё раз хочу, хочу сказать. Вот когда вы делаете в Турции какие-либо процедуры, вы выходите, и вам сразу в уютную комнатку со спокойной музыкой, такой наслаждающей, да, где ты можешь такой-такой релакс, порелаксировать, полежать на лежанке, да, тебя укрывают всё полностью, там, полотенцами. И можно спокойно полежать, понаслаждаться. Тебе в это время приносят гранатовый чай. И ты, ну, короче, здесь нет. Встала и иди. Я пошла. Володя ещё был на процедурах, потому что по времени у меня процедуры длились 40 минут, а у Володи 50 минут был массаж. Вот минут 10 я его, наверное, ждала. Ну, хорошо, этот кулер стоял с водой. Я себе налила воды, выпила холодной воды. Никто мне не предложил ни воды, ни чая. Ну, вот здесь у них какие-то такие мелкие упущения, да, ну, как бы, здесь, ну, короче говоря, упущение. В общем, как-то так. Так, ну всё, я немножко вам рассказала. Убралась всё. Я уже, в принципе, всё везде убрала. Кушать мне сегодня готовить не надо. Это я уже сказала. Так, делаем закваску. Я сейчас переключу камеры, чтобы вы видели. Ещё раз вам покажу нашу закваску. Пишите, да, как там у вас выглядит. Вот так закваска выглядит. Через два дня подкармливаем закваску. И сегодня у нас будет третий день. Завтра, значит, тоже придётся снимать. Всё, сейчас я подготовлю здесь муку, воду, чтобы сильно вас долго не отвлекать. И будем подкармливать. И будем кормить закваску. А, девочки, что вспомнила-то, пока готовлю здесь всё к закваске своей? Я в своей группе по корейской косметике уже написала такое объявление важное, да, что до понедельника жду вашу оплату. Кто что заказал, пожалуйста, оплатите. Если ваши заказы ещё в силе, в понедельник буду отправлять заказ здесь, в Корею. Это уже будет третья посылка заказов, очень-очень много. И вот третья посылка, некоторые вот уже давно оплатили. Если я даже, девочки, вам не написала, да, если вы знаете, что вы оплатили, то, значит, вы оплатили никуда. Деньги не делись, значит, они пришли мне на счёт. Просто-напросто я не могу, ну, я физически не успеваю у каждого потом писать. Деньги получила. Если вдруг это быстро я ваш номер телефона вижу, да, вас же у меня много, очень много, то я тогда пишу, деньги получила. А если вдруг не вижу, то, значит, не вижу. Но если вы оплатили, то, значит, заказ вас уже или заказ, потому что две посылки уже ушли на Корею, третья посылка. Кто не оплатит до понедельника, я понимаю, что сейчас суббота, воскресенье, что сейчас деньги, если кто-то будет оплачивать, они ещё в понедельник вряд ли будут у меня на счету, но присылайте мне фотографии вашей оплаты. Скриншоты делаете там или фотографируете, я тогда вижу, что деньги вы заплатили, заказ оплачен. Я буду в понедельник подбивать весь заказ, проверять, кто заплатил, кто не заплатил. Он у меня уже, в принципе, составлен, да, мне осталось только проверить, кто заплатил, кто не заплатил. Кто не заплатил, я вас просто-напросто выкину, ну, удалю. А если кто-то вдруг ещё хочет что-то заказать, будет место, то я могу ещё включить в эту посылку. Если в этой посылке места больше не будет, то пишите мне, я начну ввести список уже на следующую посылку. Так, что я хотела? Так, всё, я уже всё приготовила, сейчас камеру переключу и будем кормить наш. Так, я приготовила чистую баночку, потому что я хочу часть закваски убрать. Я убираю, потому что тогда закваска получается намного сильнее и с первого раза получается прям идеальный-идеальный хлебушек. Это я уже в процессе вывела, я же её уже, смотри, ты видите, она какая. Наверное, видно, такая пористая-пористая. Прямо не бойтесь, убирайте столовую ложку, просто. Всё, здесь у нас будут остатки от закваски, на них можно пожарить блинчики, оладушки. Я даже показывала на канале, много чего можно сделать на остатках закваски. Доливаем 30 миллилитров воды и всё, делаем. Не обязательно взвешивая, сколько же у нас осталось закваски, потому что приблизительно мы убрали 30 миллилитров воды. Ну вот у меня, блин, как по заказу, уже третий день 31 миллилитр получается, 31 грамм. Всё, скидываю и добавляю 31 грамм муки. Так, многовато, всё. А, нет, 30 теперь получилось. Добавим, чтобы было всё точно. Ну, всё. И перемешиваем. Запах закваски должен быть такой приятный, фруктовый, вы знаете, как спелое-спелое яблоко. Она пахнет уже очень хорошо, у вас тоже должна так же пахнуть. И закваска на вкус, вот, совершенно не кислая, даже нету маленькой кислинки. Она просто-напросто такая, как пресная мука. Ну, как пресное тесто, неправильно сказала. Всё. Снимаем вилочкой. Можно так сильно не заморачиваться. Край почистим. Всё, выравниваем. Можно прям лопаткой хорошо почистить край, чтобы хорошо было видно, где у нас закваска. Не забывайте поднимать резиночку. Всё. Резиночку подняли. Вот. До края закваски. Прикрыли крышечкой. И всё. И до завтра. На 24 часа. Ну, всё, мои хорошие. На сегодня я буду с вами прощаться. Всем пока-пока. И до завтра будем продолжать делать закваску. Ну, и мне очень интересно, кто уже начал делать. Как там у вас заквасочка? Как там у вас обстоят дела с заквасочкой? Нормально поднимается? Ну, сейчас погода жаркая. В доме и на улице везде стоит жара. Сейчас намного проще выводить закваску, чем, например, в осенний или в зимний период, когда дома, ну, буквально, вот у нас сегодня 26 градусов тепла в доме. А зимой у нас обычно 23-24. Эти два градуса играют огромную роль. Ну, всё, мои хорошие. Всем пока-пока и до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok